Добрый день. В эфире Кинопанорама с Юрием Рязановым. И в гостях у нас Ольга Старченкова, актриса и исполнительница главной роли в фильме «Костя Ника». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и как же тебя сегодня зовут? Костя Ника. Ну ты что, не понимаешь? Костя Ника. Получается Костя Ника. Ну вот по фильму вам, наверное, лет 16, правильно? Не больше. То есть это школьница еще? Да. Примерно, да? Школьный возраст. Ну да, 16, да. Как вы себя ощущали? Вам было 22 года, да? Да, 22 мне было. Легко вам было играть именно школьницу? Да. Ну в принципе там возраст 22, он как бы тоже еще такой, ну по крайней мере у меня был достаточно юный, и у меня не было никаких проблем, я не была замужем, не было детей, поэтому мне в принципе было очень комфортно. Ну скажу честно, фильм, я думаю, удачный, он очень полезный. Сначала сказка начинается, правильно? Так типа волшебной феи. А потом вот совсем другой образ приходит, современный. Ну вот девушке, у которой очень богатый внутренний мир, которая любит классическую музыку, и при этом вот инвалид. Ну да. Как калека звучит, да? Фильмик. Ну я же не думал, что ты... Ну, договаривай. Что я? Калека? Не, я совсем не то хотел сказать. Я просто хотел объяснить тебе. Объяснять ничего не надо, я все поняла. Уходи. Насколько вам это вот тяжело далась, что ли, эта вот роль, вот эта вот перемена вот этого характера, вот это вот, показать вот эту вот внутреннюю свою такую, знаете, гармонию, что ли? Ну мы еще, как бы это вот два образа таких были в фильме, они еще подчеркивались с художественной точки зрения, то есть если девочка в лесу, она была такая вот сказочная, то есть мы делали немножко другой грим, костюм, и она была такая летящая, вся радостная, то в Нике мы практически не делали никакого макияжа, то есть лицо было просто там даже, ну просто вот грим и все, то есть не там ни глаза, ни подво... никак. Также по волосам там тоже было, ну то есть это образ еще был не столько внутренний, сколько вот, ну визуальный, поэтому мне, ну как бы не было никакого, ну проблемы, то есть та роль и эта, а нет. Ну вообще вот ваша героиня вам симпатична, ну как бы по внутреннему миру, как бы так? Ну не знаю, мне всегда симпатичны те образы, которые я играю, то есть у меня нет такого, мне все нравится. Наверное, это фильм в первую очередь о любви, правильно? И вот сила любви помогает вот девушке, вот инвалиду встать на путь излечения. Вот вы вот в это, ну верите, вот в то, что такое может быть, что такое может быть в жизни? Да, ну мне кажется, что да. Ну это скорее всего даже еще любовь помогла ей вот как-то внутреннее какое-то состояние, которое подтолкнуло ее именно к излечению. Получилось! Я же говорил, получилось! Стой! Ну попробуй еще, ну давай-давай, вставай, ну не бойся! Я боюсь! Не бойся, дурочка, давай, ты можешь! Ну? Все! Все! Да, Ника, тебе повезло, у тебя есть такой друг, повезло. И вот, наверное, интересен финал у фильма. Ваша героиня все-таки осталась в живых, на ваш взгляд? На мой взгляд, ну там получается в фильме такой достаточно открытый финал, и каждый для себя может определить, ну что, как ему показалось. Я, честно говоря, всегда, просто я люблю немножко другое кино, более арт-хаусное, более, как бы, такое мрачное, и для меня, конечно, все-таки это грустная история. Мне кажется, финал настолько интересный, людям, люди могут домыслить что-то свое. Вот если мы возьмем фильм другой, тоже, вот детской любви, школьной любви, вам и не снилось, известный фильм, там режиссер, наверное, вместе со сценаристом, поставил вот такую вот серьезную точку. Все плачут после фильма. Мне кажется, у вас очень красивый финал. Ну да, он какой-то финал такой лирический, такой вот, ну странный, я не знаю, ну, как будто будет продолжение такое. А вот если сказать о вашем напарнике или во время фильма, его играет Иван Вакуленко. Насколько вот вам было легко с ним играть, насколько вот, как бы, он помогал вам раскрыть образ ваш? Ну, вообще, мне было с ним очень удобно, комфортно. Он был чуть моложе меня, он как раз учился только на первом курсе в институте, то есть для него это было вообще, как бы, очень так. И он, мне кажется, очень хорошо справился, и мне помог сильно. Есть ли какая-то мечта, какую-то сыграть роль, где бы вот вы себя полностью бы, ну, как бы, ну, самореализовали, может быть? Не знаю, я как-то сейчас не мечтаю, нет у меня такого. Нет такого? Я как-то, да, отошла от этого. Я вот как-то вот... Я мечтаю про другое, так скажем. Да? А примерно? Я мечтаю путешествовать. Да. То есть как-то вот, ну, ты немножко от карьеры актрисы немножко... Нет, ну, как-то я стала к этому намного легче относиться, то есть не как раньше. Там, если когда я поступала в институт, то есть для меня это был, как бы, смысл жизни. Вот, а сейчас мне как-то все равно стало. А вот нет такого, что вот после этого фильма, Костяники, я считаю, успешный проект, его узнает, ну, много людей. Не вся страна, конечно, знает, но миллион человек точно посмотрело. Да, 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 нет, меня узнают именно по Костяники, и вот я просто сейчас проходит Московский кинофестиваль, там подходят фотографы даже, вот там можно с вами сфотографироваться, фильм Костяника, да, как бы вот люди помнят. Ну, это вот вам по жизни добавляет энтузиазма, вдохновение, то, что вот вы сказали в этом фильме, либо наоборот, немножко забирает у вас внутренних сил? Нет, я как-то вот, ну, то есть я снялась, и все, это как бы осталось. То есть просто это как бы... Ну, мне приятно, когда меня узнают на улице по этому фильму, и мне там, допустим, не стыдно за фильмы, это не сериал там какой-то, и то есть это достойно, хорошая работа, и мне приятно, что людям нравится. Ну, вот почему я вас позвал с этим фильмом Костяника? Мне кажется, он стоит, знаете, немножко особнячком от того, что сейчас снимается в России, потому что здесь говорится именно о такой более духовной составляющей вот любви. Вот потому что мальчишка же знает, что его возлюбленная, это, ну, коллега, инвалид. И именно возникает такое, знаете, вот единение духовное. Я просто вижу многих людей, мне как бы пишут поклонники, у меня образовались и всякие группы, насколько этот фильм, он как бы прям, ну, то есть для некоторых он, ну, это мое мнение, переоценен. Ну, в смысле, вот некоторые люди реально как-то прям вот, ну, мне это приятно, конечно, просто вот настолько я не ожидала, что он вызовет такой прям всплеск эмоций, и что люди реально, ну, такие очень интересные и хорошие могут мне писать, и до сих пор, даже через много лет, ну, вот это, конечно, удивительно. Знаете, вам удалось в этом фильме как-то вот показать именно духовное содержание человека, то есть за счет чего вот инвалид смог расположить к себе, ну, парня. И это большая загадка, и большая, наверное, проблема, и многим современным девушкам стоит пересмотреть этот фильм и задаться вопросом, почему, что может сохранить семью, какие книжки, какая музыка, ну, и просто вот настроить себя, своих, множить партнера именно на серьезное такое вот духовное содержание их жизни. Поэтому вам спасибо огромное за фильм, за вашу роль. Мне кажется, вы потрясающе сыграли. Вы знаете, вот искренность, искренность чувств. Поэтому огромное вам спасибо. У нас в студии была Ольга Старченкова, исполнительница главной роли в замечательном фильме Костя Ника, который, я думаю, должна посмотреть вся страна. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.